Значит, сегодня мы с вами поговорим про реабилитацию после пластических операций на теле. Ведущий вебинар, если вы смотрели, мы касались именно лица. Сегодня у нас идет такой небольшой разбор реабилитации после пластических операций на теле с аппаратами LPG. Мы сегодня с вами разберем и последнее поколение, больше ему времени потратим, это альянс, LPG-альянс последнего поколения. И также, может быть, вы имеете опыт работы с LPG-интеграл, и о нем тоже мы сегодня с вами поговорим. Коснемся чуть глубже этой темы, рассмотрим, какие у нас есть возможности для реабилитации. Во время вебинара вы можете писать мне вопросы, я постараюсь по ходу на них ответить, или чуть позже. В общем, не стесняйтесь, вопросы задавайте. Итак, слайды мы вот так вот перелиснулись у нас. Отлично. Значит, успех пластической операции зависит от множества факторов. Об этом мы с вами тоже говорили в предыдущем вебинаре. Первое, о чем стоит сказать, это мастерство, конечно, и опыт хирурга. Сейчас пластических клиник у нас, о них много, и в маленьких городах, в крупных Москве, Санкт-Петербурге, я вообще не говорю, да. Хирургов очень много, как есть и молодые хирурги, так уже и опытные возрастные хирурги. И поэтому выбор большой, выбор клиник, выбор хирургов большой. Поэтому перед пациентами тоже стоит этот выбор. Поэтому нужно думать, правильно выбирать хирурга, правильно выбирать клинику. Клиника должна быть оснащена целым спектром оборудования, должна иметь реанимационную бригаду в том числе. Поэтому мы должны вдумчиво, также если пациенты к нам обращаются за помощью к выбору хирурга, мы должны, в общем-то, об этом им, если можем, помочь. Поэтому первое, за что зависит успех операции, это, конечно, мастерство и опыт хирурга. Конечно, технологии современные играют немаловажную роль. Операции потерпевают изменения, становятся менее инвазивными, да, и так далее. И о сложности операции тоже нужно сказать, потому что они могут быть малоинвазивные, да, либо, может быть, это большие операции сочетанные. Например, когда мы говорим, что пациентка оперирует одномоментно и грудь, да, проводится мамопластика, и обдоминопластика, и липосакция, и туда же, и руки. И, в общем, хирурги, они, мастера, как говорится, на все руки могут сделать все одновременно, да. Но вот третьим пунктом у меня выделено и своевременная предоперационная подготовка пациентов тоже играет большую роль, да. Сейчас пластические операции являются нормой, конечно, тысячи людей, мы об этом уже говорили, ежедневно подвергаются этой процедуре. Но, однако, это не значит, что процесс стал абсолютно безопасным и не требует тщательной подготовки. Любое вмешательство в нашу тонкую, да, биологическую, хрупкую систему, тем более хирургическое, требует тщательной подготовки. Независимо, это малоинвазивная, да, опять-таки, процедура или полномасштабная операция. Поэтому этап подготовки, именно подготовки пациентов перед операцией, безусловно, влияет на окончательный результат. И мы сегодня с вами об этом поговорим. Ну и четвертый пункт – это, конечно, грамотное восстановительное лечение. Именно грамотное. То есть мы должны, как специалисты, понимать, что нужно пациентам в первую неделю, да, что нужно спустя несколько месяцев, да, полгода, год и так далее. Предоперационный период, да, если мы говорим о нем, то это один из важнейших этапов проведения пластической операции. Какие задачи здесь перед нами, перед специалистами, которые занимаются, пациентов стоят? То есть, конечно, это максимальное снижение возможных осложнений и рисков во время операции и обязательно после нее, да. Повышение защитных сил организма, повышение резервов адаптации нашего организма, да, и ускорение достижения качества окончательного эстетического эффекта. Поэтому нашей целью является, логично, да, улучшение трофики тканей, укрепление сосудистой стенки, да, в зоне операции, активация клеточного матрикса, естественно, стимуляция лимфодренажа в той зоне, где будет проводиться операция, да, детоксикация, токс, уменьшение явлений фиброза, если он уже там есть, если пациент уже идет на повторную операцию, если была неудачно выполнена первая операция, то тогда, конечно, может сформироваться фиброз, и пациентка идет на операцию, что-то корректировать. Конечно, мы должны больше уделить внимание таким пациентам в том числе. Вообще задача хорошего хирурга – провести на операционный стол пациента в максимально здоровом состоянии, и мы должны этому помочь. Как правило, этот период предоперационный, с нашей стороны, мы начинаем где-то за месяц, может быть, даже раньше. Если пациенты говорят вам о том, что они идут на операцию, там, через полгода они уже записаны, то мы можем и раньше начинать, пожалуйста, да, готовить пациента к операции. То есть наша работа с косметологом, с физиотерапевтом, со специалистом по телу может начинаться и раньше. Да. Вот основная подготовка перед операцией, показана на этом слайде. Понятно, что медицинские обследования каждого пациента проводятся перед операцией, да, хирург определяет, что нужно сдать, какие анализы. Дальше идет беседа с анестезиологом, но это, в общем-то, классическая такая картина. Если пациент идет на корректировку жировых отложений, чаще всего, да, на липосакцию, одна из самых, наверное, распространенных операций сейчас по телу, липосакция и абдоминопластика. Конечно, таких пациентов нужно отправлять, нужно им рекомендовать, чтобы они сходили перед операцией на обследование к эндокринологу, да, то есть понимать, какая проблема изначально есть у пациента. К эндокринологу, я бы даже сказала, и гинекологу в том числе. Ну и если эта операция через полгода планируется, да, и пациент идет на операцию по поводу липосакции, конечно, хирурги рекомендуют за это время похудеть пациент, да, поработать в том числе и какими-то аппаратными методиками, да, о чем мы говорим, подготовить кожу к операции, подготовить подкожно-жировую клетчатку перед операцией. Значит, если есть у пациента, вот, как я сказала, корректировка соматических заболеваний, он их прекрасно корректирует с эндокринологом, с гинекологом и так далее, с любым другим специалистом. Значит, до операции хирурги рекомендуют также прекратить прием некоторых лекарственных препаратов, таких как гормоны, антикоагулянты. Почему? Потому что риск кровотечений во время операции, он высок, поэтому, в общем-то, за эту неделю они прекращают прием, но, однако, все это тоже индивидуально. Дальше, следующий пункт – отказ от курения. Вот в прошлом вебинаре я вам говорила, что у курящих пациентов на 25% хуже идет заживление ткани. Это уже давно всем известно. У них выше риск осложнений. Могут возникать вот такие частые осложнения, как крыльевые некрозы. Особенно, конечно, это после фейслифта бывает, но по телу тоже, в общем-то, мы рекомендуем пациентам за… это не значит, что за два дня они бросают курить там, да, решили, вот у меня операция, дай-ка я сегодня больше курить. Нет, конечно. То есть это должно быть заблаговременно. Также ограничение алкоголя. Алкоголь у нас способствует разжижению крови. Опять-таки, риск того, что может быть больше кровотечения во время операции. Ну, опять-таки, это логично, да. Значит, полноценное питание, естественно, да, улучшение качества сна. Все пациенты перед операцией очень волнуются, плохо спят. В общем-то, и об этом нужно тоже им сказать, если вы их ведете на предоперационной подготовке. Прошлый семинар пустила. Вы можете его найти в записи на наших площадках, да. Значит, дальше. Снижение инсоляции. Особенно летом, если пациенты идут на операцию, и, конечно, они не должны у нас в нашу такую жару сейчас 35-градусную загорать на солнце, да. То есть нам нужно поберечь, поберечь нашу кожу, кожу пациентов. Также немаловажен, здесь я вам, наверное, его не указала, это психологический настрой. То есть если пациенты к нам приходят на процедуру, конечно, мы с ними об этом говорим. Значит, какие современные, да, манипуляции из медицинской косметологии одобраются пластическими хирургами, которые являются, ну, отличными методами подготовки ткани к оперативному мешальству, да. Что из косметических процедур мы можем пациенту предложить, если у нас достаточно длинный предоперационный период? Мы можем поколоть им липолитики, отлично, да. То есть уменьшить объем подкожно-жировой клетчатки, помочь хирургу, да. Также мы можем провести мезотерапию, то есть поработать с качеством кожи в той зоне, где будет проведена операция, например, если это обдоминопластика, то есть подготовить кожу в этой зоне, да. Плазмотерапию, если эта операция будет по поводу какого-то повторного вмешательства, да, в зоне фиброза мы можем использовать плазмотерапию вокруг рубца, например, который будет иссякаться, если он был сделан до этого, не очень хорошо, да. Поэтому вот эти все возможности в косметологии, в эстетической мы можем использовать перед операцией. Что из физиотерапевтических процедур мы можем использовать? Значит, первое, о чем мы с вами заострим сегодня внимание, это LPG-терапия. Об этом чуть позже. Вот дальше я еще указала фототерапия и лазерные методики. В фототерапии, конечно, мы можем поработать с сосудами, мы можем поработать с пигментацией, подготовить кожу перед операцией. Лазерные методики. Сейчас на современных лазерах, таких как фотоны, например, мы тоже можем поработать с толщеподкожно-жировой клетчаткой, уменьшить ее перед той же самой липосакцией, подготовить нашего пациента. То есть, в общем-то, методик очень много. Мы можем поработать РФ, мы можем делать пациента, например, перед, в краткие сроки перед операцией, он может походить на прессо-терапию, запустить лимфодренажный эффект у тех пациентов, которые страдают отечностью. Такие процедуры перед операцией будут только благотворно влиять на последующий эффект от нее. Но сегодня мы с вами поговорим про ЛПГ, поэтому такая терапия, да, ЛПГ-терапия, данная методика, она выраженно улучшает процессы микроциркуляции и лимфотока. Об этом мы все прекрасно знаем, да, стимулирует фибробласты, дерм. По этой причине в случае применения ЛПГ-массажа можно достичь таких вот результатов больших, да, уменьшения отечности за счет улучшения процессов микроциркуляции. Лимфа будет не так сильно задерживаться в межклеточном пространстве в результате операции. Также будет происходить ускорение заживления послеоперационной раны. Это тоже следствие улучшения микроциркуляции, которую мы делаем до операции. Для того, чтобы рана быстрее зажила, рана – это неизбежный процесс, который будет в послеоперационном периоде. Будь то это абдоминопластика, липосакция, операция на груди, операция по поводу подтяжки кожи, плечи, ягодиц и так далее. Операции множество, да. Для того, чтобы рана быстрее зажила, быстро, да, практически бесследно, уходит на это большое количество энергии питательных веществ, естественно, поставляемых в скобе. Улучшив микроциркуляцию, мы добьемся того, что результат от операции будет быстрее у пациентов приходить. Значит, дальше. Следующий слайд, да. Тут уже непосредственно приведены примеры, протоколы, которые у нас есть в нашем прекрасном аппарате LPG Alliance, аппарате 10-го поколения компании LPG Systems, да. Все мы об этом знаем. Значит, в протоколе, в разделе эстетической медицины, где мы выбираем, пусть это у нас, да, мы рассмотрим сегодня в основном женщин, да, женское тело, хотя там есть и протоколы для мужчин отдельно. Значит, женское тело, и вот здесь вот неделя, первая неделя перед процедурой. Но, еще раз повторюсь о том, что мы можем и раньше начинать подготовку пациента перед операцией. Подготовку перед операцией. Значит, какие разделы в этих протоколах есть? Значит, первое, вот мы видим, да, перед липосакцией мы можем брать пациентов и подготавливать их чаще всего, да, липосакция – это ягодично-бедренная зона, да, классическая липосакция такая. Липосакция руки, да, подготовка перед липосакцией в зоне плеч, опять-таки, тоже распространенная в последнее время операция. Чаще всего она делается совместно, хирурги выбирают, да, совместно это сделать. Значит, и вот дальше внизу написано «перед операцией на груди и перед обдоминопластикой». Ну, обдоминопластика, наверное, тоже на первом месте делит место вместе с липосакцией и может проводиться также одновременно. И вот, смотрите, здесь у нас указаны еще разделы протокола, которые мы можем также применять перед липофилингом, да, что такое липофилинг, да. Классическая, вот если мы так отойдем чуть в сторону, да, классическая липосакция, она сейчас подвиглась некоторой трансформации. Если раньше основной целью хирурга было механически убрать жировые клетки, да, то сейчас хирурги, они стараются сохранить вот эту жировую ткань, богатую полезными свойствами, да, и переместить ее в те места, где она эстетически необходима. Так появилось вот это так называемое липоскульптурирование, которое помогает придать желаемые формы нашим пациентам, да, не пробегая к использованию, например, имплантов. Это может быть липофилинг груди, это может быть липофилинг ягодиц, сейчас очень модно у молодежи этим занимается. Липофилинг, понятно, в лицо, да, может быть осуществлен, иногда липофилинг даже в зону над коленями, в зоне голени могут быть, в общем-то, может быть над и под рубцом, если, например, он втянутый какой-то, в общем-то, зон очень много для липофилинга, и также пациентов, благодаря нашим протоколам эстетической медицине, эстетической медицине женское тело, благодаря аппарату ЛПГ, мы можем их подготовить. Что мы достигнем, еще раз здесь остановимся, да, что мы достигнем благодаря этим протоколам в предоперационной подготовке? Об этом я уже говорила, мы можем подготовить кожу и подкожно-жировую клетчатку в дальнейшей операции, стимулировать выработку коллагена и эластина, ведь хирурги, когда делают операцию по поводу удаления избыток жира, да, или того, как, например, абдоминопластик убирается излишняя кожа, ведь на качество кожи эта операция никак не влияет, и мы с вами нашими процедурами до и после как раз-таки будем заниматься, благодаря ЛПГ, на любом, на том аппарате, на Альянсе, на Интеграле будем заниматься именно восстановлением качества кожи у пациентов, потому что оно всегда у нас будет страдать, особенно у возрастных пациентов. Дальше улучшить как обращение лимфоток, это, наверное, самое главное, что нам нужно сделать в предоперации, запустить процессы липолиза, то есть уменьшение объема подкожно-жировой клетчатки, уменьшение объема адипоцита, да, оптимизировать, естественно, окончательный результат, сократить количество побочных эффектов после операции. Это всегда, конечно, актуально любому пациенту. Здесь приведены вот такие классические фотографические примеры, которые говорят сами за себя в доказательство необходимости и важности вот этого этапа подготовки. Здесь пациентка была проведена липосакция. Значит, видно, что вот это первый день, третий день и пятый день, вот первый день, да, третий день и пятый день после липосакции. На левом ведре у пациентки была проведена вот этими, благодаря имеющимся протоколам перед липосакцией, на аппарате LPG была проведена предоперационная подготовка. На правом ведре такой подготовки не проводилась. И что мы видим, да, как здесь излились сразу же в первый день гематомы. Вот это вот прям видно. И как они усиливаются к пятому дню, да, и не появляются на левом ведре, там, где была проведена подготовка LPG. Очень показательный фотографический пример. Значит, здесь сбоку с пятого дня, даже шестого, шестого дня начинается уже реабилитация на аппарате LPG. Восьмой день и тринадцатый день видно, как уходят процессы отека. Тут видно даже, да, как бедро стало чуть-чуть поменьше, да, уходит отечность и уходит гематома. Все уходят, как излияние, по чуть-чуть, но все-таки уходит. Это бедро, которое не подвергалось подготовке. А вот это бедро, где была проведена подготовка. Посмотрите, как на тринадцатый день могли бы выглядеть оба бедра пациента. И это было бы прекрасно. Да, то есть обошлись бы мы такой малой кровью, как говорится, и пациент бы был доволен. Эстетически, во-первых, это для них очень тяжело, когда они видят такое большое количество гематомы отека, они, конечно, находятся помимо всего в общем стрессе, да, от своего внешнего вида, они ноги даже во время перевязок у хирурга и во время снятия белья даже не смотрят на себя, потому что им дискомфортно. И вот как прекрасно на этих примерах мы можем видеть, как работает LPG-массаж, предоперационная подготовка. Поэтому занимайтесь, берите своих пациентов на подготовку перед операцией, говорите о том, что вы можете провести такие процедуры им для того, чтобы они увидели быстрее эффект от операции, да, и обошлись малой кровью, меньшим объемом процентов гематом и так далее. Значит, дальше мы рассмотрим уже послеоперационный период, когда мы уже занимаемся, если, например, не удалось заняться предоперационной подготовкой, то, конечно, тогда мы берем пациенток в ранний, вот он здесь написан у меня, да, ранний восстановительный период. Это начиная с первых трех суток. Если разрешают нам хирурги, если вы владеете, да, аппаратом, прекрасно знаете методику, тогда вы можете, если у вас есть практика, тогда вы можете приступать к протоколу, который мы дальше рассмотрим, потому что курс реабилитационных процедур, он на 40% после операции снижает выраженность всех послеоперационных явлений, да. Вот тот ранний восстановительный период, он соответствует, вот такая, да, соответствует первой фазе на раневом процессе ассептического моспаления, на что жалуются все, вот большинство пациентов, которые переносят пластические операции по телу. Это первая, естественно, боль. Сначала в первый день они просыпаются, еще после наркоза болевые ощущения не так выражены, но с каждым днем они усиливаются, с каждым днем усиливается отек. Третий, четвертый день – самый пик болезненности и отечности, так нормально и геологично у всех пациентов после операции. Чувство распирания. Если любая операция, пусть мама пластика, абдомиопластика, все пациенты сразу находятся в компрессионном белье, да, для того, чтобы отек не так сильно распространялся. Так вот в этом белье у них чувство распирания максимально достигает своего пика тяжести на третий, четвертый день. Им сложно вставать, сложно двигаться, сложно какие-то гигиенические процедуры делать, да. Когда они приходят на перевязки, тогда пациенты снимают белье, видят свои излившиеся гематобы, видят большие синяки, да, и химозы. У них может быть снижение чувствительности в зоне, особенно где была проведена липосакция в зоне, где шов после абдомиопластики, после мамопластики в зоне. Там, где формируется санитетно-тканя, еще капсула потихоньку, в течение двух недель. Конечно, в зоне отсутствия чувствительности много потенок, да. Также может быть в течение первой недели инфильтрации, уплотнения тканей, болезненности, вот так самое. Может быть, горячие, они себя трогают, горячие кожные покровы, особенно после липосакции бедра у пациенток горят. Помимо того, что они отекли, помимо того, что они чувствуют боль, чувство распирания, еще вот такой вот жар у них может быть. При пальпации они чувствуют горячие кожные покровы. Ну и, естественно, повышенная утомляемость, слабость. Все пациенты плохо спят, у них максимальное количество всех вот этих дискомфортных ощущений. Они находятся в эмоционально-лабильном состоянии. Помимо того, хирурги, им еще говорят, дома уже самим обрабатывать свои швы мало нравятся им на самом деле. Такие процедуры, но что поделать, да. Поэтому мы в этот период главные помощники, и главный наш помощник, это, конечно же, аппарат ЛПЖ Альянс и ЛПЖ НТК, конечно. Значит, наша цель в этот ранний восстановительный период заключается, логично, да, в уменьшении боли пациента. Мы должны улучшить трофику ткани, восстановить адекватную микроциркуляцию той зоны, где проводилась операция, усилить лимфоотток, да, для того, чтобы ушел отек, усилить тканевый обмен, создать условия для нормотрофического рубцевания, потому что в любом случае у нас есть рана, у нас есть шов. Рана будет заживать сначала первичным, вторичным натяжением и будет формироваться, безусловно, рубец. Ну и, естественно, восстановить психоэмоциональное состояние пациента. Такая клиническая картина, которую сейчас я сказала, конечно, может быть разной у пациентов. Если это какая-то малоинвазивная процедура, то, конечно, все эти явления будут в меньшей степени. Но если сочетанные операции были проведены и мамопластика, и абдоминопластика, или абдоминопластика, и подтяжка, например, ягодиц, рук, липосакция, то, конечно, даже больше спектра вот этих жалоб может быть и пациента. Опять-таки, да, жалобы могут быть еще чуть меньше, если была проведена предоперационная подготовка. Об этом мы с вами говорили чуть раньше, да, задача ее также немаловажна. Вот здесь вот на слайде приведен такой индивидуальный, да, можно, конечно, так сказать, курс реабилитационных процедур после пластических операций на теле. Как правило, он начинается на 4-5 сутки. Вы помните, вот тот фотографический пример, там даже было на 6-е сутки. Все индивидуально, да, зависит от самочувствия пациента, от того, разрешает, как пластический хирург начать операцию, ой, начать реабилитацию. К сожалению, не все пластические хирурги знакомы с такой методикой, как ЛПДЖ, к сожалению, да. Не все знают о том, что можно делать реабилитацию на наших прекрасных аппаратах. Но те, кто знают, те, кто знаком, у кого пациенты классически делают курсы реабилитации, они даже отправляют пациентов на такие курсы сами. Пациенты могут не знать и прийти, сказать, вот мне рекомендовал мой пластический хирург пройти реабилитацию на аппарате ЛПДЖ. Такое тоже может быть. Итак, значит, когда проводятся процедуры? На 4-5 сутки. Можно, если хирурги разрешают, даже и на 3-е сутки начинать процедуры. Количество процедур, которое может быть минимально, конечно, это где-то 8 процедур, 8-10 процедур. Кратность через 1-2 дня. Все зависит, конечно, от самочувствия пациента. Как часто он готов к вам приезжать, как его самочувствие. Если он готов, если он, в общем-то, активно двигается, то он может к вам приезжать и даже через день на процедуры. Какие протоколы мы там используем? Терапевтические программы. Здесь я указала соответствие с показаниями. Сейчас мы с вами об этом поговорим чуть подробнее. Здесь еще раз слайд, да, про то, что мы говорим. ЛПГ-терапия. Цель нашего восстановления именно здоровья ткани. На какие компоненты мы будем влиять? Естественно, на клетки, межрежечное пространство, волокна, капилляры и лимфатические сосуды. И какими дисфункциями будем заниматься благодаря нашей методике ЛПГ-терапии на отек, воспаление, боль, все, что нам нужно, да, низкая подвижность, фиброз, тем самым улучшая обменные процессы, улучшая эластичность кожи, подвижность кожи, да, и плотность ее. Значит, в разделе эстетическая медицина, в том же самом, в котором мы говорили о предоперационной подготовке, есть протоколы сразу же после вмешательства, после, естественно, операции в краткосрочном периоде. Все протоколы направлены на дренаж. Дренирование после липосакции, ягодично-бедренная зона. Дренирование после липосакции руки. Точно так же там будет дренирование после обдомина пластики, оптимизация после операции на груди. Вот те протоколы, которые мы можем выбирать в этом разделе, и спокойно работать с пациентом. В разделе терапия, у кого есть терапевтические манипулы, кто прошел наши курсы по терапии, могут ей работать, если они умеют работать с этой манипулой, могут ее выбирать. Там есть протокол конкретно после липосакции. Вот эта вот моторизированная терапевтическая манипула, она может нам помочь для работы с маленькими зонами. Точно так же мы можем ей работать после операции на груди. После операции липосакции руки очень удобно ей работать. Маленькие какие-то зоны после липосакции. Конечно, большая манипула Альянс 80 – самый главный помощник, но терапевтическая манипула, в общем-то, может оказать еще больше воздействия. Она более эффективна в мобилизации тканей. Вот в этих разделах мы можем выбирать протоколы. Значит, в разделе терапия, вот здесь вот я остановлюсь, раздел после липосакции, он включает в себя три подраздела. Это раздел боль, отек и воспаление. Вот там вот воспаление, видите, даже два кружочка, где мы можем работать вокруг воспаления и можем работать внутри, непосредственно в зоне воспаления. Начинать мы, естественно, будем с протокола боль, потом переходить на протокол отек. Чаще всего вот эти протоколы мы будем использовать. Если у вас есть аппарат Альянс, если у вас есть аппарат Интеграл, и вы не проходили наше терапевтическое обучение, которое длится у нас один день, и там мы подробно рассказываем именно про реабилитацию, то есть какие возможности у нас есть на каждом аппарате, вы можете приехать к нам и пройти это однодневное повышение квалификации, что говорится, и мы подробно об этом еще раз остановимся, расскажем, покажем на практике. Сейчас я вам больше говорю, конечно, такой ознакомительный этап о том, что вы можете работать вот в конкретно таких протоколах в разделе эстетическая медицина и в разделе терапия. И вот здесь вот я привела такую обзорную табличку, пример протокола, процедур до и после, например, липосакции. Липосакции и обдоминопластика мы можем здесь обе операции взять. Значит, вот то, что мы говорили, предоперационная подготовка. За две недели до операции, но можно раньше, за месяц и так далее, перед вмешательством. Здесь будет нам достаточно две процедуры в неделю, и здесь проведено, видите, минимум четыре раза. Это говорим о минимум. Конечно, это может быть в курсе и из десяти процедур, когда мы готовим ткани перед липосакцией или перед обдоминопластикой. Дальше непосредственно сама операция у нас происходит. И первые две недели, ранний период восстановления, когда идет, мы выбираем процедуры после вмешательства, процедуры дренажа. Они, пациенты к нам ходят либо два раза в неделю, либо три процедуры в неделю, если им состояние позволяет приезжать к нам в процедуры, начиная вот минимум с третьего дня операции. И таких процедур может быть шесть, минимум шесть хотя бы, но полноценный курс может доходить и до десяти процедур. Дальше они могут сделать какой-то перерывчик, и вы можете взять их, например, через неделю после операции. Но есть такие пациенты, которые не сразу могут попасть к вам на реабилитацию. Естественно, вы можете взять их и после месяца, и после двух месяцев после операции. Они могут до трех месяцев носить компрессионное белье, и все процедуры мы будем проводить по компрессионному белью. Не по голому телу, как мы проводим их в терапии, например, да, не по нашему эндромологическому костюму, а именно по тому компрессионному белью, в котором они находятся. То есть оно может, если большая зона операции, оно может быть, естественно, то есть от талии даже до голени. Поэтому по нему мы и проводим процедуры. Значит, дальше, когда уже может у пациента сформироваться какие-то фиброзные изменения после либосакции, после обдоминопластики, мы точно так же в какой-то отсроченный период их можем брать на повторные протоколы. И минимум, минимум, спустя 4 месяца после либосакции, после обдоминопластики, мы можем их брать уже на классические процедуры, эндромологические эндермологи, да, здесь написано 2 процедуры в неделю. Вообще классические протоколы, как говорят нам французы, эстетические, мы можем брать их через 6 месяцев, но индивидуально, если разрешают пластические хирурги, если у пациента уже более-менее все хорошо, мы можем их брать и через 4 месяца. Это классические процедуры эндромологии. Классические протоколы. Сначала мы можем начинать с дренажных протоколов и переходить на обычные классические протоколы тех зон, в эндромологическом паспорте. Также мы можем с ними работать от 8, минимум от 8 раз до 10 и более, если это требует ситуация. Вот такой вот краткий пример протокола, процедур на аппарате LPG Alliance мы можем осуществлять нашим пациентам. Значит, здесь проведены фотографические примеры, опять-таки это наших французских и испанских коллег. Здесь у пациента была проведена липосакция. И в первый месяц было проведено 4-6 сеансов на LPG. Вот видите, как прекрасно ушел отек, ушли гематомы. И спустя 3 месяца опять-таки 12 сеансов было проведено пациентам. Ну вот, а здесь, конечно, красивые ягодицы и бедра у пациентки в результате операции. Здесь через 3 месяца было проведено пациентам 12 опять процедур на аппарате LPG Alliance. Аппарате LPG Alliance, в общем-то, прекрасные результаты. Прекрасные результаты. Почему еще об этом мы говорим? И почему пациенты могут прийти к вам, обратиться за помощью в какой-то более отсроченный период, например, 3 месяца, когда они уже сняли компрессионное белье, и после липосакции они видят неровности в своих контурах. Они видят асимметрию, они недовольны качеством кожи, они недовольны длительно сохраняющимся отеком, они недовольны сохранением каких-то, может быть, еще явлений отечности и гематом долго проходящих. Поэтому нашими процедурами, дренажными протоколами, а позже эстетическими протоколами мы можем это все нивелировать, мы можем улучшить внешние проявления, которые чаще всего беспокоят пациентов в этот период, до полугода это может длиться. Ну вот тоже классический пример. Липосакция у пациентки возрастная, да, 56 лет, и затем 10 процедур на аппарате LPG. Понятно, что основная здесь работа – это хирурга. Вот видите, сколько зон, да, крестиком отмечены зоны, где был в полканюле, да, и вот здесь прекрасно видно, как ушел отек даже драбы с кожи, видите, как с кожей поработали, с кожей пациентки поработали, я думаю, что она была очень довольна. Точно так же вы можете и со своими пациентами работать. Значит, дальше, поздний восстановительный период. Наша задача – пациент уже может снимать в этот период компрессионное белье, он ведет активный образ жизни уже, выходит на работу, естественно, да. Здесь задачи стоят – возвращение к обычной социальной жизни, восстановление нейротрофики, функции тканей, расслабление мышечного гипертонуса, если он есть, например, в зоне, где была проведена абдоминопластика большая, профилактика образования фиброзных структур и, естественно, терапия рубцов, уменьшение объема и улучшение структуры. Это, наверное, первое, что беспокоит пациентов после операции. Это, естественно, их рубец. Немного остановимся здесь в анатомии. Любое хирургическое вмешательство завершается образованием рубца, об этом мы все прекрасно знаем. Характер и свойства рубца, естественно, зависят от того способа заживления, каким он был подвергнут, да, то есть от, естественно, нашей физиологии. И все рубцы будут делиться на нормотрофические, к которым мы все стремимся, да, и это самый благоприятный вариант. Также могут быть атрофические, гипертрофические и, к сожалению, килоидные рубцы. Если мы знаем, что у пациента есть склонность к килоидным рубцам, да, это грубые, токие рубцы, болезненные, чувствительные, когда у них присутствует зуб, мы все знаем, как выглядят килоидные рубцы. Конечно, по такому рубцу в LPG-терапии мы работать не сможем. Вообще сложно с ним бороться любыми другими методиками, да, но вот для того, чтобы рубец нормотрофически сформировался, мы можем с вами с ним поработать. Прекрасная манипула, которая у нас есть в аппарате LPG Alliance, это манипула по лицу, она называется Ergolift, представляет она для нас широкие возможности в работе с рубцовыми тканями. Опять-таки в разделе терапия есть протоколы, которые будут делиться на две категории. Когда мы можем работать с свежими рубцами, да, то есть эта программа называется воспаленный рубец, и уже отсрочена с невоспаленным рубцом, когда он уже сформировался, что позволяет нам там сделать программу воспаления и воспаленный рубец. Естественно, это ранний период, и мы по рубцу, идет процесс, с его еще заживлением мы не работаем, но нашими крылышками моторизованными мы можем поработать, в манипуле Ergolift мы можем поработать рядом с рубцом, с акцентом на конце рубца. Вот видите, здесь даже поставлены, да, как ставятся крылышки в конец рубца, создавая условия нормальной трофики вокруг здесь. И самая большая задача здесь – это укорочение, втягивание рубца в последующем. Так, вопрос. Свежий рубец до какого срока? Мы можем брать их сразу же в течение вот полгода с ними работать. Но когда они к нам уже приходят, например, условно, через год от операции, если они об этом не знали, узнали, что существуют такие программы в LPG, которые позволяют работать с рубцами, тогда, конечно, уже рубец за год сформировался, он уже невоспаленный, и мы выбираем раздел «невоспаленный рубец» или фиброз, когда процедура выполняется непосредственно к рубцу. Там производится активное движение с целью именно дефиброзирования, чтобы рубец, в общем-то, стал условно, да, чтобы кожные покровы не отличались от неповрежденной ткани. Если за год на этом месте у пациентки сформировался килоид, то, конечно, с килоидом мы, к сожалению, работать не можем, не можем, да. Там уже какие-то другие методики по либо иссечению, что очень тоже сложно и проблематично, по обкалыванию рубца, ну, в общем, тут нужно смотреть именно. А в наших классических протоколах, в аппарате LPG, мы можем работать сразу непосредственно с воспаленным рубцом, но не по нему, а рядышком, да, в протоколе, если вы посмотрите, аппарат вам сам подсказывает, что сделать, как двигаться, куда поставить крылышки манипулы. Точно так же в программе «Невоспаленный рубец» он тоже самое показывает, как работать с этой зоной. То есть аппарат же умный, он все поможет в этом вам протоколе. Опять-таки, протоколы с невоспаленным рубцом, они могут быть на раннем сроке реабилитации, да, отличимся до шести месяцев. Пациенты приходят так же где-то два, там, три раза в неделю на эти протоколы. Время работы в этом протоколе у нас не ограничено. Если мы привыкли к классическим протоколам в LPG, они у нас временные, то в терапии работа у нас не по времени, мы сами ее контролируем. Понятно, что это там не час мы работаем, а в районе, там, 15-20 минут. Опять-таки, об этом, кто не проходил наше терапевтическое обучение, мы об этом все рассказываем, показываем, показываем на практике, как работать в разделе терапия в аппарате LPG Alliance. Что мы можем еще предложить нашим пациентам в позднем периоде реабилитации? Об этом я говорила вот в той схеме, которую проводила после липосакции в цели улучшения трофики тканей, дефиброзирования, выравнивания контура, что пациенты чаще всего хотят от нас в этот период. Естественно, стимуляция неокологеногенеза, оптимизация финального результата. И тогда мы можем предложить вот те эстетические, классические процедуры в эстетике, в эндермологическом паспорте. Мы будем выбирать те зоны, где была проведена операция. Если была эта абдоминопластика и липосакция в зоне живота, естественно, мы будем выбирать зоны живота и боковые зоны. Если это была, например, липосакция в зоне ягодиц и бедер, естественно, мы будем выбирать эти зоны и работать большую часть времени с ними, если это была работа с коленями, с руками. И тут у нас с вами большие возможности. Мы благодаря этим протоколам будем работать с качеством кожи, будем работать опять-таки с подкожно-жировой клетчаткой, стимулировать коллаген и эластин нашими процедурами. И в результате выравнивания контура тела, улучшения качества кожи, работа с фиброзом, который уже сформировался, уже на таком позднем периоде. Если пациенты не ходили на предоперационную подготовку вам, если они не ходили на ранний период реабилитации и пришли к вам уже спустя минимум 4 месяца, мы говорим, ну, даже полгода пусть прошло, вы смело можете их брать на процедуры, которые уже проводятся, естественно, по эндромологическому костюму, классические эстетические протоколы. Сначала можно предложить пациентам сделать ряд дренажных протоколов, выбрать процедуру дренаж и детоксикация, или чередовать их с процедурами эндромологический паспорт. Опять-таки это все индивидуально, нужно смотреть на каждого пациента. Еще раз, когда, да, кост-процедур один-два раза в год пациенты могут приходить, то есть вот они пришли через полгода после операции, могут через полгода прийти и еще раз повторить курс из 8-10 процедур. Приходят они к вам 2-3 раза в неделю, классические, как на эстетические процедуры, и наша с вами цель, как я уже сказала, поддержание полученного эффекта от пластических операций. Мы можем предложить ему еще раз, да, резюмируя полный спектр наших целевых процедур в программах эндромологический паспорт. Тем самым мы можем осуществить вот такой вот полный цикл ведения пациента, взять его перед операцией, сразу после и в позднем периоде, не отпуская, тем самым вот так вот далеко от себя пациента, помогая пройти ему все этапы благодаря методике и технике ЛПГ-терапии, помочь ему восстановиться, подготовиться и восстановиться. Значит, здесь слайд, приведены протоколы на аппарате ЛПГ-ЦЛОМ-6 интеграл. Чаще всего, конечно, на нем могут проводиться процедуры. Значит, там у нас есть раздел терапии, он у нас у всех есть, и есть классические, готовые протоколы, которыми мы можем пользоваться перед операцией. Подготовка к липосакции, когда мы используем РОЛ-манипулу, наша основная большая манипула, это классический протокол, он уже запрограммирован по времени, длится он 35 минут, и точно так же мы можем готовить пациента на аппарате интеграл, ЛПГ-интеграл до, по тем же самым протоколом, который я вам говорила, до операции. Они могут приходить 2-3 раза в неделю непосредственно перед самой операцией. Минимум 4 мы должны привести процедуры, максимум 10, сколько захотите, если это раньше. Вот так вот мы можем готовить ту зону, где будет проводиться и липосакция, и обдоминопластика. Здесь я сегодня вам привожу такие частые примеры по телу, к которым нам будут приходить пациент. Понятно, что у кого-то будет и пластика ягодиц, и руки, и все, что мы с вами об этом говорили до. И вот так вот мы можем в этом протоколе, аппарат нам будет подсказывать, да, какие этапы друг за другом будут идти, как нам нужно поставить манипулу, как нам нужно будет двигаться на определенном этапе в течение 35 минут. Дальше. Восстановление после липосакции. Опять мы используем большую манипулу по телу, там так и написано ROL, и опять протокол будет длиться 35 минут. Тогда мы уже в раннем периоде можем брать пациентов на аппарате LPG Integral, работать с ними по компрессионному белью. Мы работаем не по нераздеваемых и не используемый дермологический костюм, мы работаем по тому белью, в котором они находятся. Конечно, мы перед процедурой мы можем снять белье у пациента, посмотреть вообще те зоны, которые нас интересуют, посмотреть на те гематомы, которые есть, осмотреть рубец, который есть после обдомной пластики. И самое главное, забыла в самом начале об этом сказать, если мы берем пациентов после обдомной пластики, естественно, процедуру по лицу мы не осуществляем, то есть мы вокруг рубца работаем. По зоне, где была липосакция, мы работаем по всей зоне липосакции, а по рубцу сейчас непосредственно большими манипулами мы не осуществляем наше движение. Работа с рубцом непосредственно идет маленькой манипулой, да, манипулой, которую мы используем по лицу. Работаем крылышками. И вот здесь вот, опять-таки, в протоколе терапии мы можем работать не по воспаленному рубцу и не по воспаленному рубцу манипулой, которые используются у нас с крылышками, да, манипула ErgoLift в Альянсе и манипулой в Интеграле точно так же можем использовать. Значит, в разделе эстетика, в обычном классическом эстетических протоколах ранний период реабилитации вы можете точно так же предлагать пациентам применять программу эндермологический дренаж. Мы все ее знаем, это классическая дренажная программа, которую точно так же мы можем осуществлять в ранний период. То есть они к нам входят на классические дренажные протоколы. Если это и проведена пациенту липосакция, будет прекрасный результат. Будут проходить отеки, пациент будет говорить о том, что уменьшаются болевые ощущения, уменьшается чувство стянутости, которое у него в компрессионном бели. Я уже заговорилась. Значит, в позднем периоде восстановления какие протоколы мы можем применять в аппарате LPG-интеграла. Точно так же, как в Альянсе я говорила, это классические программы. Классические программы вы можете выбирать опять-таки и дренажные протоколы, и дальше работа. Мы можем брать протокол по, у нас там, вы знаете, да, геноид или андроид, или смешанный тип мы можем выбирать. Точно так же вы можете те зоны, которые вам необходимо восстановить после операции. Также мы можем выбирать не классические, а чуть ниже, да, в протоколах экспресс-процедуры на конкретные зоны. Если вам нужен живот, если вам нужны руки, точно так же экспресс-протоколы мы можем использовать в интеграле там. Так, вопрос. Воздействие на рубец, по каким признакам переходить от крылышек кролла? Когда мы работаем, вот здесь вот смотрите, в программах не воспаленный рубец и воспаленный рубец. Видите, здесь написано лифт, это только крылышками мы там работаем, только манипулы эрголифт. Только манипулы эрголифт. Когда у нас рубец воспаленный, мы работаем по краям рубца для того, чтобы осуществить там улучшение микроциркуляции, чтобы он не втянулся у нас. А когда рубец уже не воспаленный, мы работаем этими крылышками по манипулу эрголифт, по самому рубцу. У вас интеграл точно так же манипулы, которые вы используете по лицу, там работаете. Ролл манипулы, когда мы делаем протокол по телу, мы просто обходим рубец. То есть вы работаете в зоне живота, перескочили рубец и дальше работаете. То есть манипулой РО в большом протоколе восстановления после липосакции вы просто обходите зону вот этого рубца. А дальше можете снимать белье и работать крылышками в программе воспаленный рубец на интеграле. Когда уже в позднем периоде восстановления, когда вы применяете классические программы, либо там программа восстановления качества кожи, экспресс, дренажные протоколы, тогда, конечно, если там прошел уже год, конечно, мы можем работать, если это норма трофический рубец, проходить уже большой манипулой аккуратно по рубцу. Но если это килоид, килоид мы опять-таки в этой программе обойдем. Вы же смотрите пациента, осматриваете его до процедуры. Если это довольно-таки длительный период, то, конечно же, если сформировался килоидный рубец или очень выраженный гипертрофический рубец, вы просто своей большой манипулой его обходите. Понятно ли я рассказала? Напишите у меня, Ирина. Отлично. Вот такие вот процедуры на интеграле прекрасно можно делать. Не только на Альянсе интеграл, вообще вот даже терапевтические протоколы очень часто используются в клиниках пластической хирургии, где стоят аппараты. Именно на интеграле происходит работа. Вот в тех программах подготовки перед липосакцией, после работы с рубцами и восстановления в классических программах. Не забывайте, у нас есть в интеграле отдельная программа восстановления качества кожи у пациента, когда мы работаем на циклическом вакууме и работаем только вот с кожей. То есть там мы не говорим, конечно же, не о каком классическом липолизе, да, каком-то запуске липолиза, именно с фибробластами работаем, с кожей. И экспресс-процедуры не забывайте, у вас в интеграле они тоже есть, и мы можем их выбирать и конкретно руки выбирать, конкретно живот, конкретно бедра, конкретно колени. Пожалуйста, выбирайте и работайте с этими протоколами, добивайтесь полного введения вот цикла пациента, о чем я говорю, рассказывайте своим пациентам, какие возможности вашего аппарата есть не только в эстетике, но и в подготовке его до реабилитации после. Как можете показать фотографии, которые здесь у меня приведены своим пациентам, можете рассказать, использовать какие-то слайды, пожалуйста, чтобы пациенты увидели, как они могут быстро, в краткие сроки восстановиться благодаря нашей методике ЛПГ, благодаря ЛПГ-терапии. Еще раз слайд, то самое, о чем я вам сказала. Значит, если есть какие-то вопросы, вы мне можете их сейчас задать, я обязательно вам их отвечу. Наши пациенты любят Липолис уважают, а вот программы активизации кожи, ага, непопулярные, непопулярные восстановления кожи, непопулярные, наверное, в обычные, да, в эстетические протоколы, но если пациентка пришла в период, можно даже в ранний период, до полугода, да, пришла к вам на реабилитацию и она недовольна после, они все практически недовольны качеством кожи после липосакции, после, если она обширная, то как раз вы можете там ей комбинировать, поработать сначала на дренаж, поработать классическими программами и поработать с восстановлением качества кожи. Не верят, что это сработает. Не верят, что сработает конкретное восстановление кожи программа или вообще все программы. Так, какие есть у вас еще вопросы? На самом деле, если какие-то у вас по ходу реабилитации возникают вопросы, то есть пришел к вам пациент, который достаточно сложный, вы решились начать ему реабилитационные мероприятия или хотите провести что-то до, вы нам всегда можете написать на почту, в Инстаграме, вопросы тут переведут на меня, и я всегда отвечу. Вы можете там, не знаю, прислать фотографии. Часто наши клиенты так и поступают, посылают и говорят, что там с рубцами непонятно, как работают. То есть мы всегда готовы поддержать, всегда готовы поделиться теми знаниями, которые есть. Те из вас, специалисты, кто давно работает в Интеграле, очень часто приезжают к нам, опять-таки, вот на получение квалификации. У нас есть такая поддержка. То есть мы можем поговорить с вами один день и по поводу вопросов, которые у вас возникают в эстетике, вопросы, которые возникают в терапии. И целый день мы вот именно посвящены именно конкретно с вами вопросами, которые у вас уже сложились за ход вашей работы. Что делать с сиромами? Если возникают сиромы в ранний период реабилитации, то тогда, конечно, мы можем осуществить дренажные протоколы. Дренажный протокол, но, опять-таки, нужно смотреть. Если они дренируются хирургами, бывает такое, то есть они проходят и удаляют избыточную жидкость, тогда мы лучше поработаем вокруг. То есть индивидуально надо смотреть. Индивидуально надо посмотреть, если большой объем, и они идут к хирургу на пункцию, тогда после сразу дренировать. То есть можем эту зону захватить. Если хирург разрешил, да. Сразу после перевязки. Если там зона, это, как правило, не кровит, сразу после пункции, имеется в виду, точно так же после сирома, образования сирома, когда они делают на лице, могут хирурги сказать на следующий день, приходите на реабилитацию. То есть этот день пропустить, и на следующий день могут быть. Если все хорошо, хирург говорит, да, отлично, можно делать, то тогда да. Опять-таки, вот это все то, что я говорю, очень индивидуальная работа с хирургами. Если вы с ними в контакте, это какой-то ваш знакомый хирург, или вы работаете при клинике, где производится реабилитация после пластики, с ними всегда нужно иметь коннект. Они не всегда понимают, что мы делаем. Объяснить. То есть они думают, что это какая-то агрессивная методика, сразу пациентам она им не нужна. Поэтому хирургам, кто не совсем в теме, нужно обязательно это объяснить. Плотные гематомы без признаков воспаления, по ним работаем. Про хирургов истинную правду, это точно, да. Поэтому сейчас, конечно, слава богу, особенно молодые хирурги, они, те, кто особенно ведут блоги и так далее, они целые прям посты по реабилитации делают, рассказывают своим пациентам, что можно сделать, отправляют их на реабилитацию, если ее нет в их клинике, если она достаточно маленькая, каким-то своим центром, которые с ними взаимодействуют. Вот про лицо я вам об этом говорила, когда мы говорили на вебинаре про реабилитацию после пластики лица. Паргематомы плотные поподробнее, пожалуйста. Гематомы, естественно, вот, например, если после липосакции, они в течение пяти дней, даже в течение недели, могут вот максимально изливаться. Даже проводя дренажный протокол, по ним пациенту может быть больно. Снижайте интенсивность вакуумной аспирации, делайте минимально вот агрессивно с точки зрения самому пациенту, это, да, чтобы не было больно. Опять-таки, да, мы должны не сделать ему дискомфорт. Иногда пациенты могут терпеть, терпеть они не должны, да, то есть мы всегда должны спросить пациента, как вам комфортно. По большим гематомам мы как раз-таки должны их раздренировать, улучшить лимфоток там и кровообращение. Поэтому по ним можно работать. Если, конечно, там назревает какой-то очаг инфильтрации большой и просоединяется воспаление, например, в зоне, чаще это может быть после обдомной пластики. После липосакции очень-очень редко, там в основном большой отек, большая гематома, боль, чувство распирания, и вот прям по ним аккуратненько, каждый день, чуть-чуть интенсивнее прибавляя, мы можем работать, да. А если это в зоне послеоперационного рубца большого в плане обдоминопластики, там нужно посмотреть, посоветоваться с хирургом обязательно. Если вы что-то увидели, обязательно смотрите пациента в до. Вот она пришла к вам в костюме, в компрессионном белье, разденьте, посмотрите, пропальпируйте пациента, потому что может в раннем, послеоперационном периоде все возможно сформироваться, что-то инфекционное. Поэтому обязательно посмотрите, что-то не нравится, если какой-то горячий суперочаг, естественно, да, но нужно, потому что пациенты разные бывают, им говорят обрабатывать швы, они их не обрабатывают, боятся, не трогают или, знаете, там вот ваточкой вот так вот чуть-чуть промокнут, не соблюдают гиену чаще всего, такое тоже может быть, поэтому осматривайте их с целью помочь. Так, какие еще вопросы? После операции на груди, что можно предложить дренаж и работу с рубцами? Значит, смотрите, работу с рубцами после мамопластики можем предложить хирурги, если еще на обдоминопластику работу с рубцами согласятся, то, конечно, после мамопластики они так, в общем-то, не очень лояльно к этому относятся, но мы можем работать, то есть там может быть три вида доступа после мамопластики, это подмышечный доступ, периалярный и под грудью, может быть, это большой якорный шов, когда подтяжка груди, да, то есть большое количество рубцовой ткани, мы можем работать и с ними точно так же прямо по рубцу, прямо по ореоле нашей манипулы. У меня где-то даже есть фотография, я не вставила ее в нашу презентацию, где наши коллеги-французы, там прям вот послеоперационный шов якорный после подтяжки, они прям манипулы, вот так вот прекрасно по нему работают, если пациентка готова. Не все пациенты эмоционально готовы работать сразу с рубцами, поэтому нужно смотреть, хорошо с ними поработать, ну, чуть-чуть подольше, вот он начнет формироваться, очень нужна методика по груди. Так, после операции, сейчас отвечу, после операции на груди, что можно предложить? Там есть у нас точно так же оптимизация после, если у вас альянс, после операции на груди, после операции в интеграле, там определенные терапевтические протоколы, а если вы не владеете, то лучше как бы приехать к нам, я расскажу, как работать. Там лучше работать в помпажным методам, не дренажным, а именно использовать помпажные методики в надключичной, подключичной зоне, в зоне подмышечных лимфоузлов и в зоне под ребрами пациенты, потому что мы не снимаем компрессионное белье, когда после мамопластики пациенты есть, то есть не работаем по зоне самой груди, как мы, например, работаем после липосакции, по зоне там, где была произведена липосакция, а по груди, конечно, то есть все вокруг, вокруг именно помпажные протоколы на лимфатические большие коллекторы. Давайте пройдем вместе. Приезжайте, приезжайте, вы можете скоперироваться, если вы, у нас будет много запросов, вы приедете, я всем вам расскажу, покажу, как лучше делать, потому что, конечно, в рамках вебинара это не рассказать, то есть это как не обучающий у нас такой сегодня с вами режим, именно просто рассказать, какие у нас есть возможности. Если вам очень нужно, можно после любой пластики, я вам расскажу, у меня достаточно большой опыт работы в этой сфере. Вы можете обратиться в наш учебный центр к Ирине Анатольевне, позвонить туда и, в общем-то, проезжайте, если когда у меня нет учебных часов, вам назначат время. Вы можете и, то есть я могу кому-то одному провести обучение, не важно там кого-то ждать, то есть даже если один специалист, я весь день с вами только и поработаю. Мы и теорию рассмотрим, и практику тоже. Так, ну что, хирургов впечатлили бы картинки вами и показаны. На самом деле, картинок достаточно очень много, и хирургам стоит об этом говорить. Очень много, к счастью, бывает и клиник, которые работают. Не все пациенты готовы сделать фотографии, вы об этом знаете. Не все готовы сделать фотографию сразу после фейслифта, и чтобы где-то она была выложена в интернете. Поэтому они запрещают фотографироваться. Есть какие-то просто наработки конкретно там у меня, и я не могу их во всеобщее пользование выставлять, к сожалению. Поэтому, опять-таки, пациентам нужно объяснять, что если они готовы, они могут быть полезны для других. Таких же, как они, пациентов. Вот. А так, конечно, да. Ну что, если больше нет вопросов или они появятся, вы мне пишите. Надеюсь, была вам полезна. Надеюсь, было все понятно. Если что-то хочется, вам еще какие-то вебинары, дополнительные темы бы тоже осветить для вас в плане LPG, вы точно так же можете написать мне. Татья Сергеевна, давайте вы нам расскажете про то-то, то-то. мы хотим больше узнать в LPG. Я всегда готова и рада вам помочь. Ну что, наверное, будем прощаться уже мы с вами. Спасибо вам, спасибо. Ну все, до встречи. Потом вебинары выкладываются на платформу нашу YouTube. Можно там посмотреть. и там на самом деле достаточно много вебинаров просто про LPG. Если вы не смотрели, то на YouTube, на нашем канале все это можно прекрасными моими коллегами озвучить. Ну все, будем заканчивать. Спасибо. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok